Я Валера Заненко. Сегодня мы поговорим с двукратным чемпионом Европы, с заслуженным мастером спорта по настольному теннису, с Евгением Щетининым. Жень, привет! Один мяч в Бундеслиге на все матчи? Или у каждой команды разный мяч? У каждой команды свой мяч. Класс! Класс! Поэтому тут получается реально. Тут сегодня играешь одним мячом, а через неделю надо играть в следующий матч или через 5 дней, как будто другой настольный теннис. Реально тут сейчас как будто в большой теннис играешь на траве, а потом на следующий день на глине надо играть. Это вот нечто похожее сейчас ощущение. Примерно есть неделя подготовиться к этому мячу. Ну так, вот вам неделя, грубо говоря, и вот вам мяч, и этим мячом неделю играют ребята. Ну, как правило, да? Да, так все и делают сейчас, потому что очень разница. Реально другой настольный теннис получается. Все, все меняется. То есть к некоторым мячу надо подсаживаться больше, к некоторым вообще не подсаживаются люди. То есть кто там тоже, мы иногда тренируемся, тоже парень говорит, этот тип-хар-мяч, да, этот летит так, этот, то есть. Нет, для меня самая большая разница, это ГЕВА и ДХС Д40. Вот ГЕВА, по мне, очень сильно крутится. Если ты пробовал такой мяч, может ты знаешь более крученный мяч, но вот для меня ГЕВА, три звезды, допустим, это самый крученный мяч, который вот... Или нет, или у тебя для тебя есть... Ну, мне, у меня негативное к ГЕВА отношение, очень тоже тяжелый мяч, тяжелый, твердый, и, честно говоря, с ним, мне сложновато с ним. Именно селект, вот этот желтый, да, или там юнифт-другой, я просто не очень... Ну, ГЕВА, просто ГЕВА. Наверное, один мяч, наверное один мяч. Да, несколько команд, несколько команд играет в ГЕВА, и я так помню, что летит такой мяч, камешек. Получается не кручится наоборот, подожди, получается наоборот не кручится, да, то есть не кручится. А какой для тебя крученный мяч, какой для тебя крученный мяч, который вот из которых сейчас есть? Ну, я думаю. Немножко еще крутится Типхар, такой старый Типхар назывался, Син ТТ, по-моему, с черным клеймом, потому что есть Типхар, сейчас сделали с красным клеймом, он так тоже потяжелее, потверже. Ну вот, челленджера играем Стига, Стига, как он называется, ну Стига, последний мяч Стига, более-менее тоже такой, не совсем уж жесткий такой, чуть-чуть он помягче, как-то такое чувство, что с ним еще что-то можно сделать. А вот уже, конечно, эти, да, Кево, какой последний еще мяч был, Доник не очень хороший, тоже жесткий, ну, Баттерфляй, по-моему, Баттерфляй сейчас уже этот, Г-40 уже, по-моему, даже и не производит, никому он не нравится. ДХС, про-тур, мяч про-тура, там прямо с клеймом, который был тоже очень, очень, мне, я помню тоже, что обработать всего вообще не возьму, сразу, сразу отскакивает, и все, летит плоский, подпрыгивает, и все, там люди, люди его просто убивают, и все, то есть это уже. Женя, а вот Баттерфляй-мячи, там, вот эти вот, которые А, по-моему, А, да, А-40. Ну, сейчас, по-моему, А, был, был Г-40, я пару раз играл, но там, ну, по-моему, даже, мне кажется, его уже и сняли с производства, то есть никому. А ты не пробовал, да, так, не попадался тебе? А, не пробовал. Очень, очень мало людей, очень мало команд в Германии, я даже так навскидку беру, те, которые даже форма Баттерфляй у них играют, допустим, но мячи используют не Баттерфляй. Нитаку помнишь ощущение по Нитаку? Не попадался? Нитаку помню, но тоже, тоже это уже относится к новому поколению этих мячей, тоже они уже не очень хорошие, то есть я считаю, что... Получается, один тип, так ты вроде бы оценил, какой-то с черной полосой, вот этот, да, который неплохой. Ну, не то, что я оценил, просто у меня тут один есть специалист, который тоже изучал вращение мячей сам, он у него там ученый, и он, короче, он там какие-то у него эти приборы, там, компьютеры, камеры, он там все замерял. Вращение мяча, скорость вращения мяча, там количество оборотов, и это его, этого человека информация, что наиболее закручивался именно еще этот тип Харсин, это мяч. Поэтому, да, вот, ну, тут тоже, тоже это мяч такой, он немножко, да, отличается уже от других мячей, и поэтому, поэтому сейчас тоже сейчас как-то стараются уже многие люди использовать столько мячи уже те, которыми, да, которыми там тоже про-тур играется, поэтому тут... Приспосабливаться. Да, даже потренироваться, допустим, некоторые, там, у меня спарень с командой жаловался, что не хочет никто с ним тренироваться этим тип Харом, мячом, что он, ну, он отличается от такого стандартного этого жесткого мяча, и поэтому тут, ну, то есть вот... А там мяч, получается, что какие-то добавки пластика, да, скорее всего, потому что по весу одинаковые, по размерам одинаковые, но добавки пластика, да, то есть он какой-то из-за этого пластика, он кто крутится, кто крутится, да? Да, просто пластик, он, да, сам по себе, просто пластик, я там слышал, там, этих сортов пластика, не одна сотня сортов пластика, и нету, нету какого-то еще пока, не знаю, кто должен там ИТТФ там сделать, чтобы какой-то хотя бы более-менее общий такой знаменатель был в этом, да, чтобы пластик, ну, какого-то определенного сорта. А сейчас каждый мяч производится из своего пластика, которые реально настолько отличаются друг от друга, что... Что поэтому, да, и получается, что все мячики, мячики далеки от стандартов каких-то, то есть далеки от среднего какого-то, да, значения, и поэтому люди, ну, не только защитники, но и многие нападающие тоже очень довольные. А вот твое мнение, какие, может, разговоры ходят, и что, почему замена произошла? Говорили про самолеты, ну, это, конечно, что там не горит, горит, не горит, но я думаю, что это очень субъективно, а вот так вот, там какие-то патенты, не патенты, я слышал версию, что раздавали новые патенты, а вот какие-то закрывались, открывались, я вот, такое у меня есть версия, но я вот... Ну, я тоже думаю, что это, скорее всего, чисто бизнес, хотя я так сейчас прикидываю, что бизнес в итоге получился неудачный. Не, почему я так говорю? Ну, ладно, это понятно, переделать там эти все заводы, станки, переделать и делать эти пластиковые мячи, это одно. Почему я так говорю? Они практически не ломаются, мячи эти. То есть реально сейчас, если там предыдущее поколение пластиковых мячей, которые только появились там в 2014 или 2015 году, реально там они краем сыграл в ракетке или просто сильно пробил, он реально через 10 минут разлетался, то эти новое поколение пластиковых мячей, оно практически не ломается. То есть вот играешь час-два, да, там немного могут появиться там рисочка там из-за там кантом, если сыграешь, но он реально не ломается. То есть поэтому я говорю, что раз мяч не ломается, то кто пойдет покупать мячи. Ну вот, то есть я думаю, что это изначально, наверное, был такой. Ну они это исправят, я думаю. Через пару лет они это поймут, они, думаю, исправят, просто чуть меньше пластика добавят. Ну, такие разговоры уже ходят, да, но это же все настолько медленно. Хотя я знаю, допустим, я вот буквально на днях разговаривал с вот этот Йосип Хузер, защитник, мы с ним на днях вчера, позавчера разговаривали, а он с Примороцем Зораном, а не из Загреба. Зоран Примороц сейчас в комиссии атлетов в этом ВТТФ, там, один из главных фигур. То есть этот вопрос поднимается, поднимается, да, и будет подниматься на уровень. Какое именно? Чтобы мячи ломались или чтобы мяч привести к одному знаменателю? Да, привести к одному знаменателю и чтобы был не такой жесткий мяч, чтобы был нечто подобное, как был раньше. То есть это вот сейчас заботит многих игроков, ну и этот вопрос поднимается. Ну здорово, что появляется Примороцем, допустим, появляется вот в таких вот федерациях, ну в каких-то должностях, где может принять какое-то решение. Это очень здорово. Не-не, конечно, да, это здорово, потому что, потому что иначе интерес к настольному тренесу еще более угаснет, угасает уже. Я просто, да, помню, что очень расстроился, когда Сейф не выиграл, какой-то должность он должен был стать. Почему-то я расстроился, потому что мне казалось, что если он придет, ну как игрок, как он играл, прикольно, очень, очень зрелищно. Я думаю, что он какое-то решение принял бы, ну для спортсменов, мне так кажется, что он болел этой идеей тенниса. Ну, да, это же он тогда не так много баллов проиграл за пост президента и ТТФ. И в итоге выиграл там немец Вайкоп. Который погубил, который и всех погубил. Возможно, это уже, это уже, да, это уже. Ну да, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы, да, настольный теннис развивался, но, увы, сейчас он пока только, только интерес к нему падает. Ну, в том числе, я думаю, из-за этих тоже таких моментов, когда, кстати, уже мячиков, когда тоже не только профессионалы, но и любители тоже, сколько любителей, тоже недовольны этим. Поэтому, да, конечно, надо что-то менять, чтобы опять какой-то интерес немножко усилился к настольному теннису. Получается, хотели улучшить, ну, хотели, да, непонятно, что хотели, непонятно, кто хотел, а в итоге сделали не очень хорошо по многим критериям. И как турниры проводятся, и как этот мяч летит, и что стиле уменьшилось, количество стилей. Ну, да, 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 да. Вот шипы не так стали даже на оксе работать, кто играет у стола. Там вообще-то им стало тоже сложно, таких игроков стало еще меньше. Ну, не, вернее, их много, просто кто доходит повыше уровням, их стало меньше. Да, 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 да. Ну, вот. Да, да, да. И, да, защитники исчезать начали. Вернее, они еще не исчезают, но, конечно, если так все будет продолжаться, то уже на высоком уровне шансов никаких вообще играть будет. По-моему, даже легко посмотреть, сколько раньше было в сотке игроков защитного стиля. Их десяток набиралось. Вот реально десяток. Каждый десяток был защитник. Ну, так, если посмотреть. Ты был, Геонис, там, и пару японцев. Потом обязательно Хуинчао еще был в рейтинге. И Чинвиксин. Ну, десяток набиралось. Филус. В общем, можно было 10 человек набрать, грубо говоря, кто играет в защите. Апатансиус играл. Линжу. Ну, вот так на скидку можно сразу десяток найти. В Северной Корее Джон Санман там играл тоже где-то рядышком был, по крайней мере. В сотке это точно, я думаю. То есть можно было посчитать. Сейчас такого не найти, соответственно. По рейтингу рассмотрите. Да-да, не знаю. Они даже не ездят. Вот японцы, даже вот брать Шона Масата и Йота Мурамутса. Мурамутса. Даже Шона Масата и Йота Мурамутса, если брать. Мураматсу, да. Мураматсу. Мураматсу. Ага. Потому что они не попадали бы просто в сито отбора, у кого посылают. Я думаю, что из-за этого с этим сейчас связано. Да, конечно, это больная тема для нас. Да, Матэ, я думаю, посылают. Чисто бывает на турниры типа Болгарии Open, ну, чтобы поиграл, мне так кажется. Конечно, он был в четверке вместе с Хунчао, на которой проходил чемпионат Китая. Но там состав был сильнейший, не играли на чемпионате Китая. Вот когда Хунчао выиграл, а Матэ был в четверке. Как мне кажется. Буквально пару лет назад, в 2019 году, по-моему, они первые в четверке. Да, вот в общем, такая вот. Да, такая невеселая история. Ну, что делать? Надо продолжать. Продолжаем бегать, бороться.